МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Итоги на ТВ3. Меня зовут Хатуна Канжария. Добрый вечер. В начале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Долгожданный саммит, что принесут Грузии уэльские встречи глав НАТО. Украинский вопрос, о чем говорят и до чего договариваются лидеры Североатлантического альянса. Придет ли мир на восток Украины? Владимир Жириновский, президент Новороссии, лидер ЛДПР, готов возглавить восточные регионы Украины, если ему это предложат. Уэльсе стартовал саммит НАТО, в котором принимают участие главы государств и правительств 28 стран-членов альянса, а также представители стран-аспирантов организации. Мероприятие продлится два дня. На нем, в частности, состоится заседание, посвященное происходящему в Украине. Другой важной темой встречи станет борьба с терроризмом. Также ожидается, что будет одобрено создание сил быстрого реагирования. Но государство-аспиранты НАТО надеются получить достойное поощрение за их достижение в деле осуществления демократических реформ. Особенно Грузия, которой шесть лет назад было обещано членство в альянсе. На что реально может рассчитывать Тбилиси на проходящем саммите, расскажет моя коллега София Тетрадзе. Комплекс Celtic Manor в уэльском городе Ньюпорт собрал сегодня глав государств, членов НАТО и его партнеров. На лицах мировых лидеров дежурные улыбки, ведь поводов для радости, по большому счету, мало. Саммит НАТО в Уэльсе уже признан одним из наиболее важных новейших историй. Сегодня и отчасти в безмятижной Великобритании решается судьба ни много ни мало всего мира. Впрочем, без участия России. Ее представители не были приглашены в Уэльс. Уходящий со своего поста генсек НАТО Андерс Фуграсмусен предварил саммит напоминанием о главных угрозах ситуации на Украине, нарастающей угрозе со стороны исламского государства, не так давно пригрозившего принести войну на Кавказ. Эти две темы определили повестку проходящего саммита и во многом предопределили решение НАТО по странам-аспирантам Альянса, в том числе и Грузии. Приветствую вас на саммите НАТО. Пакет сотрудничества, который мы вам предлагаем, поможет Грузии подготовиться к членству в НАТО. Также это углубит наше партнерство и совместную миссию в Афганистане. Встреча президента Грузии Георгия Маргулашвили, генсека Североатлантического альянса, состоялась еще до официального открытия саммита с обеих сторон. Была выражена надежда, что саммит в Уэльсе послужит своего рода толчком к вступлению Грузии в НАТО. На встрече Маргулашвили и Расмуссена присутствовали и другие члены грузинской делегации. Первый день саммита совпал с 45-летним юбилеем грузинского лидера, с чем генсека альянса не применула его поздравить. Это очень важный день для Грузии и для альянса, с учетом тех проблем, которые перед ними стоят. Во время формальных и неформальных встреч у нас была возможность еще раз обсудить с нашими союзниками наше сотрудничество и наши планы на будущее. Я хочу подтвердить грузинским зрителям то, что фактически все страны ценят вклад Грузии, ее достижения и те шаги, которые приближают ее к НАТО. Расмуссен говорил о деталях пакета, который должен быть одобрен странами-членами НАТО, и только после этого его содержимое станет известно. Но уже можно с уверенностью сказать, что этот пакет еще больше приблизит Грузию к Североатлантическому альянсу и позволит нашей стране усилить свою обороноспособность. Грузия получит очень важный пакет меры. В комьюнике будут прописаны очень важные послания. Я могу сказать, что грузинская делегация вернется на родину с большими достижениями. Грузия – единственная страна, которая принимает участие во встречах всех форматов. Делается все, чтобы ускорить интеграцию Грузии в НАТО. О содержимом пакета, который планируют предложить Грузии, военно-политический блок, пока приходится лишь догадываться. Впрочем, в НАТО еще задолго до саммита заявили, что плана действия по членству в альянсе Грузия не получит и на этот раз. Вместо этого Тбилиси пообещали своего рода утяжительный приз. Содержательный пакет мер, или, как его уже окрестила западная пресса, золотую карту. Это далеко не билет в НАТО на своеобразный пропуск в список партнеров номер один альянса. Кроме Грузии, так называемую золотую карту получат также Иордания и Швеция. Важно, что в Министерство обороны и вооруженные силы Грузии будет направлена группа экспертов НАТО, которая поможет осуществить разработанные в пакете меры. Также важно, что НАТО практически одобрило призыв Грузии усилить обороноспособность нашей страны, чтобы в случае агрессии Грузия смогла защитить себя. Грузия фактически переходит в новую лигу сотрудничества с НАТО, куда входят наиболее приближенные к альянсу страны, такие как Иордания и Швеция. Предполагается, что уже вскоре после саммита НАТО проведет совместное учение на грузинской территории с участием партнеров альянса, а также создаст Грузии региональный тренировочный центр. Впрочем, официально Тпилиси надеется на больше усилить обороноспособность страны и, разумеется, с помощью НАТО. Тпилиси считает, что события на Украине убедительны для того аргумент. Параллели между ситуацией в соседней стране и тем, что происходило в 2008-м в Грузии, Георгий Маргулашвили провел в эфире телеканала BBC в программе «Хард Ток». Ведущая поспешила с ним не согласиться. Но то, что произошло в 2008-м в Грузии, не похоже на украинский сценарий, так как миссия Евросоюза по установлению фактов обвинила в начале войны Грузию. Я не думаю, что они обвинили Грузию. Это нельзя рассматривать как вердикт. Мы должны рассмотреть вопрос более конкретно. Эта комиссия ставила свои цели установления конкретных фактов, произошедших в ходе войны. И в нем есть различные детали. Событие в Грузии и Украине является частью той политики, которую осуществляют российские политики. Они говорят, что имеют право решать судьбу независимой нации. Невозможно начать войну на собственной территории. Членство Грузии в НАТО было обещано еще в 2008-м году на саммите блока в Бухаресте. Но сегодня не все члены Альянса выступают в поддержку данного обещания. По многому из-за нежелания портить отношения с Россией. Впрочем, события на Украине заставили многих партнеров Москвы пересмотреть свою позицию. Как это скажется на евроатлантических перспективах Грузии, отчасти станет известно уже завтра. Зафета Траза, Георгий Самуши, Итоги, ТВ3. Украинский вопрос – центральная тема саммита НАТО ОЛС, собравшиеся в британском Нью-Порте лидеры государства Альянса и стран-союзниц обсуждают угрозы, для отражения которых в свое время и создавался блок. Брюсселе считают, что восточная граница НАТО вновь уязвима. Правоприемница Советского Союза Россия становится, как считают на Западе, все более агрессивной. Один из ключевых гостей саммита ОЛС и Петр Порошенко – президент Украины, страны, не являющийся членом Альянса, но буквально накануне саммита заявивший об отказе от внеблокового статуса. Он уже провел переговоры с ведущими НАТОвскими лидерами США, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Они обсудили планы мирного урегулирования украинского кризиса. Завтра на заседании трехсторонней контактной группы должен быть подписан документ, который предписывает поэтапную реализацию мирного плана для Украины. Если встреча состоится, я отдам приказ о прекращении огня. Мы надеемся, что процесс реализации мирного плана завтра будет запущен. Все наши партнеры и я с нетерпением ждем этого. Москва традиционно выступает против расширения НАТО и особенно болезненно воспринимает разговоры о вступлении в Альянс постсоветских республик. Глава Медроссии Сергей Лавров сегодня на встрече с генсеком Совета Европы Туберном Ягландом вновь озвучил позицию Москвы по этому вопросу. Он, в частности, коснулся ситуации вокруг Украины. Вашингтон, по словам дипломата, хочет, чтобы там победил блок НАТО, чтобы Америка могла диктовать всем свою волю. Эта концепция исключительно, си цитирую, добра не доведет и уже не довела, заявил Лавров. Он также подверг критике власти в Киеве, которые заявили об отказе от политики внеблокового статуса Украины. Уже не в первый раз, как только появляется проблеск надежды на перевод ситуации из силового противостояния в плоскость политического урегулирования, тут же активизируется так называемая партия войны. Но, повторю, вот всплеск антироссийской риторики, который мы наблюдаем ровно в тот период, когда предпринимаются активнейшие усилия по поиску политического урегулирования, говорит только о том, что партия войны, которая находится в Киеве, имеет активную поддержку извне, в данном случае со стороны Соединенных Штатов. Владимир Жириновский, президент Новороссии, лидер ЛДПР, не против такого положения ВИЧей. Вице-спикер Госдумы заявил о готовности возглавить восточные регионы Украины, если ему это предложат. При этом главный российский либерал-демократ отказался от части своих амбиций. Он не настаивает на независимости Новороссии, поскольку считает, что она должна стать частью Российской империи. Если кто-то захочет, Новороссия, я что вас всем возглавлю. Но моя цель будет одна, чтобы это снова стали все губернии Российской империи. И я за имперский формат развития страны. Не обязательно наследственная монархия, действующий президент или другой какой-то избранный, но в общем на Русском национальном соборе может быть избран императором всей Руси или верховным правителем. Из украинского города Мариуполя поступают сообщения об обстреле морского порта. Как сообщил представитель пограничной службы со стороны Новоазовска, начались артиллерийские обстрелы линий обороны города. Также он сообщил, что в сторону Мариуполя движется бронетехника. Обнаружены как минимум четыре самоходные артиллерийские установки. Между тем украинские военные укрепляют свои оборонительные позиции на поступах к Мариуполю. Губернатор Донецкой области Сергей Тарута призвал жителей Мариуполя не паниковать и пообещал приложить все усилия для защиты города. Обстановка, конечно, сложная, которая, вы сами знаете, сложилась на данную ситуацию вокруг Мариуполя. Отряд несет службу в этих сложных условиях. Но он готов отстоять свою территорию непосредственно в честь страны, скажем так. Тем временем Франция пошла на попятную. Президент страны Франсуао Ланд назвал условия передачи России первого вертолета Носца Мистраль. Это прекращение огня и политическое урегулирование конфликта в Украине. Ланд заявил, что поставка России Мистрали не была отменена, но условия для их передачи пока не созрели. По его словам, в случае дальнейших осложнений поставка вертолета Носцев будет отложена, но от контракта французская сторона отказываться не намерена. Напомню, накануне президент Франции заявил, что действия России на востоке Украины противоречат базовым понятиям о безопасности в Европе. В этих условиях Франция не может разрешить поставку первого десантного корабля России. При этом Москва уже выплатила большую часть стоимости корабля по контракту на сумму более чем в полтора миллиона долларов. В случае отказа от сделки Парижу придется компенсировать эти выплаты. Кроме того, как отмечают французские СМИ, Франция может ждать штраф в размере 251 миллиона евро за невыполнение условий договора. А представитель французской компании STX, занимающийся постройками Страли, заявил, что разрыв контракта может обернуться многочисленными увольнениями во Франции. Почти 1300 военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях «Быстрый трезубец-2014», которые будут проходить в тренинговом центре украинского города Явров, недалеко от границы с Польшей. Учения начнутся 16 сентября и продолжатся 10 дней. В списке стран-участниц Украина, Азербайджан, Болгария, Канада, Грузия, Германия, Великобритания, США. Накануне на регулярном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки подтвердила, что в учениях примут участие 200 американских солдат. Это запланированное ранее учение было бы странно, если бы их отменили, указала Псаки. Отвечая на вопросы возможной реакции России на маневры. На полигоне города Явров в Украине пройдут международные учения. Это ежегодное мероприятие. Вместе со странами-членами НАТО участие в нем примет и Грузия, а также ряд других стран. Сотрудникам правоохранительных органов Грузии удалось задержать водителя, который привез подозреваемого в убийстве Лаши Махарадзе на улицу Абашидзе. Полицейские обнаружили его в Пассенауре. Следствие установило, что 2 сентября именно он привез на место преступления лицо, нанесшее смертельно огнестрельное ранение Махарадзе. По информации МВД, оба злоумышленника скрылись с места преступления. Задержанный уже признал свою вину. Сейчас следствие пытается найти лицо, непосредственно осуществлявшее выстрелы. По факту убийства на улице Абашидзе в результате оперативных следственных работ удалось задержать одного подозреваемого. Задержанный на собственном автомобиле привез человека, который несколько раз выстрелил в Лашу Махарадзе, который позже скончался в больнице. Следствие ведется по факту предумышленного убийства. Раскрыто преступление, произошедшее в селе Пэреть Иванского района. Сотрудниками МВД задержаны 2 человека. По информации следствия, за содействие в ограблении задержан молодой человек 93-го года рождения, который является родственником пострадавшей. В ограблении обвиняется 27-летний мужчина. Следствие пытается установить личности других соучастников преступления. Отмечу, трое лиц в масках с целью ограбления ворвались в один из домов в селе Пэретьи. Горячим утюгом нанесли травму 4-летнему ребенку и покалечили мать. В связи с ограблением, произошедшим в селе Пэретьи Иванского района, задержаны 2 человека. Один за соучастие, он является родственником пострадавшей, другой обвиняется непосредственно в ограблении. Инцидент в Батуми. Молодой человек нанес иностранке физическое оскорбление. В связи с указанным фактом ведется расследование, допрошенный свидетелем происшествия. Очевидец Тамта Чумашвили и правозащитница Тамар Гурчани утверждают, молодой человек пользуется в полиции определенными привилегиями. Девушки предполагают, что правонарушитель является родственником или другом одного из сотрудников правоохранительных органов. Сначала он ее оскорблял, потом схватил за руки и потащил ее к воде, держа за волосы топил ее. Мы сразу позвонили в патруль, испугались, что он убьет ее. Обстановка в тюрьмах и рекомендации народного защитника новому министру по исполнению наказаний и пробацией. Сегодня состоялась первая встреча Георгия Мгебришвили и Учина Нуашвили. Беседа носила знакомительный характер. Стороны договорились о тесном сотрудничестве и необходимости более активной работы народного защитника в исправительных учреждениях. Мы обсудили все вопросы, в том числе значимость ресоциализации, а также наши инициативы, связанные с усилением мониторинга. Речь идет о разрешении в этих учреждениях на фото- и видеосъемку. В исправительных учреждениях к этому моменту находится более 10 тысяч 240 заключенных. Голодают 35 человек. Это люди, требующие пересмотра дел или изменения обвинений и так далее. Каждые 40 секунд в мире совершается одно самоубийство. Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о числе людей, сводящих счеты с жизнью. По данным ВОЗ, на нашей планете ежегодно кончают с собой 800 тысяч человек. Первый доглад организации по предотвращению суицидов стал результатом 10-летних исследований. Как выяснили авторы отчета, проблема самоубийства затрагивает все регионы мира, отмечена во всех возрастных группах. Основные факторы риска – психические расстройства, злоупотребление алкоголем, финансовые проблемы и хронические болезни. Зачастую люди делают шаг в вечность после чтения именно психологи бьют тревогу. Вы вернете через несколько секунд, не переключайтесь, далее в программе вы увидите. Трехглавый монстр для США в внешней политике Вашингтона бросили в вызов амбициозная Москва, набирающая силу Пекин и ближневосточные джихадисты. Барак Обама столкнулся с проблемой международного терроризма. За последнее время исламистами были казнены два американских гражданина. Аль-Каида идет в Индию. Лидер террористов Айман Аззавахири объявил о создании южноазиатского крыла группировки. Внешней политике США угрожает трехглавый монстр Москва, Пекин и исламское государство. Газета New York Times пишет, президенту Бараку Обаме бросили вызов амбициозной России Владимира Путина, поднимающейся Китай под руководством Сыдзиньпина и ближневосточные джихадисты. Вызов последних Вашингтон, судя по всему, принял. Американская авиация уничтожила одного из главарей группировки исламских халифат. ВВС США нанесли очередные удары по позициям боевиков на севере Ирака, в частности в городе Масуле. В результате одного из авианалетов погиб Абу Хаджир Ассурий. Он считался правой рукой лидера ближневосточных джихадистов Абу Бакар Аль-Багдади. Последний, напомню, в конце июня был назначен халифом, провозглашенного на захваченных боевиками землях Сирии и Ирака, исламского государства. Барак Обама на шестой год своего президентства столкнулся не только с российской проблемой. Все отчетливее становится угрозой международного терроризма. И США она коснется непосредственно. За последнее время ближневосточными исламистами были казнены два американских гражданина. Но, по словам Обамы, этим Вашингтон не запугает. 25 сентября глава Белого дома намерен выступить на заседании Совета Безопасности ОМ, посвященном борьбе с терроризмом. Встреча, в которой примут участие главы государства и правитель стран-членов Совбеза, будет проходить под председательством американского лидера. Аль-Каида идет в Индию. Лидер террористов Айман Аззавахирей выступил с видеообращением, в котором объявил о создании южноазиатского крылогруппировки. Новую ячейку, над созданием которой работали более двух лет, назвали организацией постоянного джихада в Индостане. В новом видеоролике Азавахири в первую очередь обратился к мусульманам штатов Ассам, Джухарад, Джамму и Кашмир, где они, как считает преемник Усама Бен Ладена, угнетаются. В словом главаря террористов, его цель – создание на части территории Индии, а также Бангладеша Мьянми халифата. Ряд экспертов считает, что таким образом Аль-Каида пытается перехватить инициативу у конкурирующей группировки исламского халифата, набирающей силу на Ближнем Востоке. «Мои мусульманские братья во всем мире, я объявляю вам и особенно тем, кто живет на индийском субконтиненте, о создании новой ячейки – Каидат Аль-Джихад. Это поможет поднять флаг джихада и вернуть исламское правление на субконтинент, который раньше был частью мусульманских земель, пока неверные не завоевали и не разделили его». В Индии обещание Аймана Аз-Завахири пронести флаг джихада по странам Южной Азии вызвало тревогу. Национальное охранное агентство объявило о повышении системы безопасности в нескольких штатах. Правоохранительные органы в регионах предупреждены и о возросшей вероятности атак террористов на израильские и еврейские объекты. На основании информации, полученной разведслужбами, МВД приказало усилить охрану общинных центров, дипмиссий и синагог. Боевики, связанные с Аль-Каидой, группировки «Талибан» совершили нападение на комплекс зданий афганских спецслужб и пробит в провинции Газни на востоке страны. Сначала террористы привели в действие несколько мощных взрывных устройств у штаб-квартиры разведуправления и полицейской части. Затем они ворвались на территорию правительственного комплекса и открыли там беспорядочный огонь. Между сотрудниками служб безопасности и экстремистами завязалась перестрелка, которая продолжалась около трех часов. По сообщению местных властей, в результате все нападавшие были убиты. Жертвами атаки талибов стали примерно два десятка человек. Еще несколько десятков получили ранения. И вновь к новостям Грузии. Представители столичной мэрии встретятся с руководством газораспределяющей компании «Каз Трансгаз». Об этом заявил мэр Тбилиси. Давид Нормания поручил тбилисским районным администрациям представить на встрече детальную информацию о проблемах в их районах, чтобы своевременно найти пути их решения. Отмечу, в формате традиционных пятничных встреч уже состояли встречи с представителями компании «Джорджиан Уотер Эн Пауэрс», энергораспределяющие компании «Теласи» и компания «Сити Парк». На встречах организации, поставляющей сервис Тбилиси, знакомят правительство столицы с отчетом о проведенной работе и обсуждают планы на будущее. В связи с проведением плановых профилактических работ завтра в некоторых районах Тбилиси будет ограничено электроснабжение. В компании «Теласи» сообщают, что ограничения коснутся более 44 тысяч абонентов. А без света на некоторое время останутся жители таких районов столицы, как Цкнетим, Татминдас, Абурталоди, Гоми и Галдани. Компания «Теласи» приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. В студии работала Хатуна Канжаре. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!